Это уже третий по счету многофункциональный центр на курорте. Государственные услуги, населению и правовую помощь гражданам в течение нескольких лет оказывают МФЦ в Хосте и центре Сочи. Теперь свободно решать юридические вопросы могут и лазаревцы. Раньше им приходилось преодолевать двухчасовую дорогу, отстаивать очереди и бегать по разным инстанциям за справками и разрешениями. Теперь все трудности позади, отмечают главные гости мероприятия. Здесь создано ровно столько рабочих окон, сколько положено по государственной программе и должны быть выполнены в 2017 году. То есть лазаревцы впереди России как минимум на три года. И налоговая инспекция, и регистрационная палата, и другие наши ведомства, краевые, федеральные, они будут оказывать услуги населению через этот многофункциональный центр. После торжественного открытия центра почетные гости отправились осматривать новое здание, на четырех этажах которого организована единовременная работа так называемых окон по оказанию разных видов юридических услуг, таких, например, как решение земельных и имущественных вопросов, заключение и продление договора аренды, получение справок и информирование о порядке оформления участков. Мэр Сочи и вице-губернатор проверили оперативность работы терминалов и операторов и даже помогли первым клиентам. Помимо оперативности сотрудников, офис МФЦ еще и комфортные мягкие кресла, кондиционирование, кулеры, лифт и банкоматы. Все это к услугам посетителей. Очень рады этому событию, открытию многофункционального центра. Это очень удобно, здорово, это экономит наше время. Теперь при этом центре действительно зайти, можно сделать любое действие по своим законодательным документам. Это просто замечательно, потому что в Сочи ездить, мы еще работающие люди, и это надо иметь выходной или иметь отгул какой-то, это всегда сложно. Сейчас это просто легко, быстро и все услуги, здорово, да. Кстати, в Лазаревском МФЦ впервые на территории Краснодарского края был использован новый бренд «Мои документы», который постепенно внедряется по всей России. Он же появится и во всех других центрах. Вскоре воспользоваться услугами МФЦ смогут и жители Адлерского района. Открытие нового учреждения запланировано во втором квартале следующего года. Работать МФЦ будет по той же программе, что и в Лазаревке. Нам содействие оказывали уполномоченные МФЦ Краснодарского края, который предоставил программное обеспечение. Они помогали нам наладить каналы связи. В данный момент система работоспособна. Всего в крае работает 55 многофункциональных центров, но каждый из них не может предоставить больше 40 услуг. Поэтому работа этого экспериментального МФЦ будет примером для всех остальных. Многофункциональный центр в Лазаревском районе стал первым в крае, который может предоставить 108 федеральных, краевых и муниципальных услуг. До 20 августа на новое программное обеспечение перейдет МФЦ в Хосте. Ну а в Центральном районе жители и гости курорта смогут воспользоваться всеми необходимыми услугами уже к 1 сентября. Татьяна Нагорская, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.